Документы у вас есть? Естественно, есть. Давайте посмотрим. Посмотреть пока нельзя. Почему? Потому что основание должно быть какое-то для проверки документов. Основание сообщений директора магазина о том, что вы здесь непонятно чем занимаетесь. Вы подозреваете меня в совершении административного правонарушения, преступления. Здесь все будет зависеть от вас. Вот, видите? Сообщение директора магазина не является основанием. Нет такого на законе полиции основания. Мне по данному сообщению нужно опросить вас, опросить директора магазина и принять решение по данному... Ну, естественно, вы меня будете опрашивать в объяснении. Я вам все данные свои предоставлю. Вы же проедете с сотрудниками полиции в дежурную часть. Мы там вас опросим. Нет. Вашу личность и все остальное. Забирайте его. Я на месте подать заявление. Какое заявление? О преступлении. О каком преступлении? Ну, давайте я вам подам. Ну, в дежурную часть и подадите. На месте. Поскольку тут место совершения административного правонарушения, а возможно и преступления. И надо делать протокол осмотра. Правда? Да и в принципе, зачем меня забирать в отдел? Если вы, как говорите, хотите подать заявление, Я могу принять заявление, но при этом талон уведомления о принятом заявлении я вам не выдам. А я вам что говорил про талон уведомления? Я вам просто объясняю, как эта процедура происходит. Нет, а зачем вы решили меня забрать в отдел? Расскажите мне. Это о чем объяснение? А я на месте не могу дать объяснение. Мне надо кататься куда-то с вами. Но вы же мне паспорт не предъявляете. Значит, мне надо установить вашу личность. Правильно? Ну, должно же быть основание законное. Для установления личности, для предъявления документов вам. Или вы просто так можете у любого подойти сходить? Вы совершаете какое-то деяние. Возможно, противоправное. Вот. Мне надо это установить. Чтобы установить, вам надо заявление сначала принять от граждан. Заявление от граждан? Конечно. А на каком основании? Вы не убедились, не разобрались ситуации? Чтобы мне установить, что вы здесь делаете, мне нужно с вас принять объяснение. Само собой. Гражданин же может на месте подать объяснение? Без проблем. Ну, а зачем это говорить? Забирайте его. Что за слова такие? Да, вы сказали, забирайте его. Я сказал, что вам нужно проехать. Забирайте его. А мне нужно? Вы же сказали, что... А почему мне нужно проехать? Я могу или мне нужно проехать? Документы предъявите, пожалуйста, мне свои. Предъявлю. Ну, предъявите. На основании? На основании поступившего сообщения. Так, вы меня подозреваете в чем-то? Я у вас объяснение собираюсь брать. В объяснение вписываются ваши данные. Я их должен правильно вписать? Так давайте брать объяснение. Ну, давайте. Сейчас, секундочку. А можно ваше удостоверение? А то вы без маски пришли, не представились. Как будто не с полицейским общаюсь, я не знаю, вот с хлопцем проходящим. Кузнецов Виктор Валерьевич, до какого годен? До 25-го года, старший сержант полиции, все, я вижу. Маску надо носить. И на носик. Не будешь натягивать на носу маску? Не будете. Не будешь. Хорошо. Ну, смотри, ты не соблюдаешь законы полиции, как минимум. Уважение к тебе пропадает сразу. Да. Не представляешься. Маска не на носу. Такое ощущение, что покупатель зашел. Неграмотный. Покупатель? Или сотрудник полиции? Вы прочитали? Там написано сотрудник полиции, но сотрудник полиции так себя не ведет. Сотрудник полиции представляет, скажешь, маску на носу у него. Нет, зачем вы сейчас обманываете? Меня и вот 700 тысяч человек, которые вас будут смотреть, зачем вы обманываете? Обманываете зачем? Это плохо. Сотрудник полиции плохо врать. Сотрудник полиции должен быть честным и непредвзятым. Мы честные и непредвзятые. Вы сказали, что вы представились. Вы уже обманули. У вас маска, не на носу. А сами же за это штрафуете. Пройдем-то. Ну давайте. Так, объяснение по какому факту? По факту произошедшего вызова. Так, что в этом вызове говорится? Ознакомьте меня с материалами дела. Что в заявлении граждан сказано? В сообщении? В каком заявлении? В каком сообщении? В сообщении о том, что... Я по какому факту буду давать объяснение? На основании чего-то я ждаю? По факту произошедшего вызова? Или по факту... Я вот сегодня утром сходил в туалет и так далее? Нет, по факту того, что вы здесь делаете и что вообще происходит. Вот и все. Ну, говорю, основание хочу какое-то получить. Я вам сказал, зарегистрировался в сообщении. Так ознакомьте, гражданина. Я вам сказал, поехали в дежурную часть, я вас там ознакомлю. На месте ознакомьте. Сообщение находится там. На месте ознакомьте. Каким образом? Каким образом? Ознакомьте с заявлением, где написано. Объяснение сотрудники полиции магазина может дали. Я вам еще раз объясняю. Возьмите то объяснение у сотрудников магазина и ознакомьте меня. Вы сказали ознакомить вас с сообщением. Я вам объяснил, что сообщение находится в дежурной части. Если вы не можете ознакомить, значит, ознакомьте с чем-то другим, на основании чего я буду давать объяснения. А я не знаю. У вас в 5-й статье, пункте 7-го закона о полиции сказано, что вы должны ознакомиться со всеми материалами. Я должен ознакомиться. Конечно. Сотрудник полиции. Кого я должен ознакомиться? Гражданина? Гражданина? Конечно. Я не обязан ознакомиться зало. В отношении которого ведутся процессуальные действиям, они обязаны ознакомиться? Нет, не со всеми. Которые затрагивают его права и свободы? Я вам еще раз объясняю. Не со всеми материалами. Которая затрагивает его права и свободы. Ознакомьте меня. Я вам объяснил, что вы можете почитать, что указано в сообщении. Для этого вам нужно проехать в дежурную. А гражданин хочет на месте ознакомиться. У него же есть такое право. Вы мне предлагаете сбегать в дежурную часть? Да я вам ничего не предлагаю. Хотите, бегите. Я вас не заставляю, не предлагаю. Я просто прошу ознакомить, на основании чего я буду давать объяснение. На основании произошедшего здесь. Что вы здесь делаете и что здесь вообще происходит. Вот и все. А, тогда я отказываюсь отдачи объяснения, если нет оснований. Тогда дайте мне документы, я перепишу данные. Мне здесь напишите, что отдачи объяснений, я отказываюсь. Основания для проверки документов тогда. Хочу услышать. Вы меня ознакомьте. Откройте. Давайте, у вас есть телефон с интернетом? Я вам покажу. Может, вы не помните, забыли. Где написано, что вы должны ознакомиться с гражданина. С чем? Ну, давайте я вам покажу. Я говорю. Ну, с чем? Со всеми материалами дела, затрагивающими его права и свободы. Ну, откройте телефон, покажите. Давайте, я вам покажу на вашем. Зачем же он? У меня интернет дорого стоит. А у меня интернета нет. Вот, видите, как я полицию хочу обучить. У меня консультация стоит 5000 рублей. Я вам бесплатно предлагаю. Мне не нужна ваша консультация. Ну, как-то. Я вижу, что нужна. Раз вы с меня пытаетесь объяснение взять, требуете документы. При этом не можете сослаться ни на какую причину. Ну, как? Причины есть у нас. Для проверки документов есть ряд причин. Я вам объясню. В законе о полиции. Причину. Причина – это сообщение директора магазина о том, что здесь приходит противоправное деяние какое-то. Такого нет в законе о полиции сообщения директора магазина. Есть, если вы подозреваете меня в административном правонарушении, в преступлении. Если я сбежал и так далее. Если я по арестной статье какой-то прохожу. В сумочек по арестной статье. В прямом. Вы не знаете, что такое арестная статья? Для чего это? Это я вам называю основания, на основании которых вы можете проверить на документы, задержать там и так далее. А вы не можете мне назвать ничего. Основания я могу любую придумать. Я могу любую, я под любую операцию у вас подвести. Давайте. Ну, давайте подведите. Я не против. А я не пойму ничего. Придумайте, если хотите. Если вы придумываете, полиция у вас придумывает. Основания я могу любую придумать. Я не могу не придумать. Я могу просто, напросто, сказать, что происходит такая-то операция. Ознакомьтесь с этой операцией. С какой-то. Которая происходит. Да. Соответственно, статья 5 пунктов 7 закона о полиции. Конечно. Что же вы не хотите служить-то так? Что только от граждан требуете? Привыкли, что вам граждане по первому требованию без маски полицейские пришли. Срать. Полицейские просто дайте мне документы и все. Основания, причины и так далее. Да без разницы. Они ни заявления на меня не написали. Ни объяснения даже еще не дали. Я же не против, я говорю. Проблем. Сейчас я возьму и заявление, и объяснение с директором газета. Хорошо. Пойдемте. А с вами нельзя? Нет. Тут выход написано. Ну куда же вы так дергаете-то сильно? Дверь сломаете. Скажи, почему не представляешься-то? 010-923. Почему не представляешься? Я вам удостоверение предъявил. При обращении гражданину ты должен представиться. Не потом, через полчаса, предъявить удостоверение по моему требованию, а при обращении. Угу. Как, по объявлению взяли тебя? Да. На авито где? На хэдхантере? Угу. Угу. На авито или на хэдхантере? Мне просто непонятно, что ты в цирку устраиваешь. Ты? Там где что делать? Я остаюсь с тобой общаюсь с сотрудником полиции. А сотрудник полиции нарушает прямо. Маску с носа стянул нормально. Нормально. Нормально у тебя это, да? Всем-то гражданам можно ходить у вас? Да. Таким не место в полиции, если ты еще и обманывать пытаешься. А потом приходит участковый и оштрафует гражданина, которым ты так скажешь. Он посмотрит на тебя, скажет, вот пример, лицо полиции. Буду я так же ходить. Тоже с ним за компанию. Гражданин, вы для чего провоцируете сейчас? А как я провоцирую? Ну, своими действиями, тыкайте. У вас не обучаю уважения? А ты провоцируемый. Как понять, я провоцируемый? Я как обращаюсь? На вы, правильно? Вот если бы ты надел масочку, у нас сразу бы у тебя уважения появилось, я бы тебе на вы обращался. Хорошо. Наденешь масочку на нос? У тебя гражданин просит. Я одет масочку на меня. Ну, она с носа спущена. Значит так. Как? Видите, я разговариваю, она сползает. А я вот прошу вас сейчас надеть. Смотрите. Вот. Видите? Сразу уважение появилось. Теперь лучи добры ко мне обращаться на вы. Как вас зовут? Какая разница, вам? Как меня зовут? А что вы не можете? А это все же от меня зовут. Что на мере мущества? Кукусим Дмитрий Сергеевич. Вот, Дмитрий Сергеевич. Как это какая разница? Артём. Артём, а по отчеству? Невеликая персона. Обучен, обучен. По отчеству ко мне по отчеству, вот и я по отчеству. Хорошо, Дмитрий Сергеевич, невелика персона. Друзья, рассказываю, как вы налегке просто можете получить лично от меня 15 тысяч рублей. Вас уже более 800 тысяч на ютуб-канале и всего лишь 50 тысяч в инстаграм. Непорядок. Поэтому я устраиваю конкурс. Все очень просто. Достаточно подписаться на мой инстаграм, репостнуть последний пост к себе в сториз, написать под последним постом комментарий и лайкнуть его. И как только в инстаграм наберется 100 тысяч подписчиков, я подведу итоги. Победитель получит 15 тысяч рублей, участник, занявший второе место, 5 тысяч рублей, и участник, занявший третье место, 3 тысячи рублей. Дерзайте, друзья, и погнали смотреть видео. Друзья, пока полицейский там берет объяснение, не знаю, что они там делают, они закрылись. Вы просто посмотрите, целая партия просроченного детского питания. Сколько детей могло отравиться. Просто посмотрите, до 19-го или 7-го, до 17-го или 7-го. Покажи, вся партия так. Ну хоть кто-то у нас поработает. Да, вы не работаете, так мы за вас. Ну, ребят, потяще приходите. Ну вы право штраф за это получите, ну да ладно. Это уж совсем другая история. Бохнем со штрафом, но зато хоть просрока у нас не будет. Согласен. Один на один человек на весь магазин, знаете, как тяжело. Правильный подход. Бохнем со штрафом заслужили, зато просрока нет больше. Не знаю товара скрывать, не знаю собирать, не знаете. Вот у вас руководитель ходит все это время с нами, по телефону что-то болтает. Вместо того, чтобы проверить сроки вместе с нами. А хороший товар у вас в магазине? Подслушивать люблю. Ну нельзя чужие-то, можно даже не подслушивать. Невоспитанный. Можете подслушивать. Я в магазине в общественном месте о личных темах не общаюсь. Ну хоть где-то можно спрятаться. Посмотрим. Салат Чука. До 23.08.21. Берем следующий. Удивительно, но тоже 23.08. И этот до 23. И этот до 23. Ну, тут уже не глядя. Я уходить не буду, я хочу дверь открыть, подышать свежим воздухом. Ну давайте я отправлю. Вот. А вы мне скажите, я задержан что ли? Нет. А это что такое? Опа. Не в холодильнике рядом лежит. Типа по срокам свежая, но при этом все с нарушением условий хранения. Просто лежит рядом с холодильником. А зачем действительно в холодильник убирать? А не подскажете, что это за бокс-сюрприз такой? Ну ничего. А он в холодильнике должен быть? Это бокс-сюрприз на ценнике мы собираем. Мы выставляем товар, собираем на ценнике, чтобы нам сделать ценнике. А, то есть он не должен в холодильнике лежать, он может теплее лежать. Он лежит буквально 10 минут. Но он не может в тепле лежать. Зачем вы меня отбираете-то его? Ну, ну, вы оттуда же не надо. Не надо его трогать. Это не ваш товар. Это что вы делаете, женщина? Это товар на ценнике, который я сейчас пойду делать. Да зачем вы мне пальцы-то вылабываете? Зачем? Я просто взял товар. Я его взял. Зачем вы меня отбираете? Я женщина. Вы отпустите коробку, я потому что пойду сейчас делать на все это ценнике. У нас товар без ценников не может. Возьмите с холодильника и купите. Да я это хочу купить. Зачем? Вы меня пытаетесь? Да поставьте, пожалуйста, ради бога. Ну, вот этот, зачем вам? Ну, реально. Вот на ценнике собирай. Я выставляю товар и откладу на ценнике. Он в тепле лежит. Он не лежит в тепле. Да, а где он сейчас лежит? В холоде? А то, что он приехал в обед еще, это ничего не говорит? А, так у вас еще и так хранится он. Так это еще нарушение условий охранения на складе, вы сами признались. Знаете, благодаря вам, может, нам штат добавит. Может быть. И хотя бы все вовремя разбираться и делаться. Вот так, друзья, задумайтесь прежде, чем приходить к Дикси. Вы говорите, он полдня лежит уже. Он днем приехал. Вот разбираю. А почему не поставите его в холодильник? Как? Вот, смотрите. Почему? Смотрите, у меня целый ролл, молодой человек. У меня целый ролл этого. Давайте я ролл в холодильник загоню. А у вас холодильники есть на складе? Нету. Нету? У нас таких в холодильнике. А как же вы работаете-то? Мы вот так вот и работаем. Совесть не мучает? А вот человек отравится. Вы много отравились? Да. Вы много отравились? Что бы вы здесь тогда ходите? Идите по месту. Что бы другие не отравились? Друзья, а прежде чем вы узнаете, кто все-таки перед вами, полицейские или... Ну вы поняли. Хотя, думаю, для большинства из вас ответ очевиден. Хочу рассказать вам о YouTube-канале Техникум. Ребята делают очень годный контент. По-простому рассказывают о сложных научных фактах. Берут интересные интервью у ученых. Делают обзоры на разные технологические штуки. Меня просто плющит от радости. А такое вы ели, Илон Маск? Чтобы быть в курсе последних новинок и новостей из мира технологий, подпишитесь на канал Техникум. Давайте поддержим ребят. Им сейчас очень не хватает активности на канале. Тем более, ребята делают реально интересный и качественный контент. Ссылку на канал Техникум я оставлю в описании. Вот так, друзья. Полдня в тепле. Любимый Дикси не перестает пробивать дно. Банки только пришли. Уже мятые. Ну и вишенка на торте. Ммм, ням-нямка. Посмотрите, какие аппетитные. Даже не знаю, куда их ставить-то. Тележка уже закончилась. Надо, наверное, еще одну брать. Уже, ну можно как-то их попросить, чтобы они мне не мешали работать, давай. По знакам у меня они сидели. Как-то им можно это сказать, а? Они товары везде лапают, везде капают. Все, им надо, все. Они высматривают. Они, вот это зачем, вот это. Я выставляю товар. Я их попросила. Так нет же, все равно. Вы это можете, вы это у нас. Как бы. Как попросили? Вы меня отбирать начали товар? А что, у нас запрещено фиксировать на видео? Что ж ты ножичком-то тычешь? Как меня не снимают. Да снимают девочек на трассе. Мы фиксируем на видео. Вы по мне не мешаете работать? Делайте свою работу. Ну, естественно, мы делаем. Но это мы вашу работу делаем, а не свою. Раз вы ее не сделали, делаем мы. Я могу вам предложить это все скушать. Как вы покупателям предлагаете? Я ничего. Магазин самообслуживания. Вам за словом. Ничего не предлагается. Запомни. Как же. Любой товар, который лежит на прилавке, он предлагается покупателю? Он не предлагается. Когда покупатель заходит в магазин, он акцептует договор публичной оферты. Магазин самообслуживания. А, то есть может просрочка лежать, если магазин самообслуживания? Друзья, запомните. В диксе может. В диксе может лежать, но можно ее не уследить. Вот это разница. Ну, полторы тележки, конечно, можно не уследить, естественно. Глаза закрыть, если с закрытыми глазами ходить. Детская, она 2 месяца просроченная. Так, сметанка, кажется, что-то протекла. Я уж не знаю, что с ней. Вот для сравнения такая же нормальная соседняя. Она такая же вся мокрая. Посмотрите, ну вот для сравнения нормальная. Она еще и протекает, друзья. Смотрите, руководство магазинов что-то на телефоне висит. Бегает к полицейскому обратно в зал, к полицейскому обратно в зал. Все обсуждают, что же делать. То ли наказывать негодяя, то ли извиняться за просрочку в магазине, за полторы тележки. Друзья, она вот говорит, что ценники выставляет. Это на ценники, то есть она еще выставить не успела. А при этом срок до 01.09.21. До 01.09.21, то есть это уже и просрочено еще вдобавок. Молодцы. Котлеты лежат прям в тепле. Мясо. Это же скоропорт все. Это матравиться проще простого. И вот сколько оно уже здесь в тепле лежит, неизвестно. Хотя она сказала, что днем еще приехала. Но они уже все. Они уже подтаявшие. Прямо видно в конденсате все. А потом вы приходите и берете, и думаете, что свежее. Они всегда говорят, ну покупателя же есть в глазах, но вы же можете посмотреть срок годности. Да действительно. А то, что оно хранилось, не пойми как. Ну, да. Но этого они вам никогда не расскажут. Конфетки. Ну что, собрали вы нам просрок? Да. Замечательно. Вот я конфеты беру, а они до 29-го, 08-го, 21-го. Хорошо, я их пробовать не стал, только понюхал. А как так получается, столько просроченного товара-то? Как-то не углядели. Как-то полторы тележки не углядели. Может, я с собой принес? Не отвлекалась. Ну вы же прикалывались над покупателями столько просрочки. Я люблю иногда перекусить манго, но я, естественно, люблю свежий манго, а не вот такой. Не из магазина Дикси. Как думаете, свежий, хороший? Такой брать мне себе? Вон, с плесенью уже. А почему бы и нет? Ну действительно, почему бы не оставить эту работу покупателям? Перебирать вот такие абрикосы или что это? Нектарины. Друзья, ну посмотрите, ну что это? Ну это же просто... И вот они заставляют людей в таком копаться, выбирая из тухлого хоть один нормальный. Вот такая вот красота. Прямо посередине лежит. Ох, ням-нямка. Еще ням-нямка, еще. В Дикси это только свежий товар. Как и в Верном. Посмотрите, что с авокадо происходит. Он уже просто вот такой вот мягкий. Само собой он таким быть не должен. И я так понимаю, я так думаю, что вот это уже плесень на нем. Давайте я вам для наглядности покажу. Все. Умер авокадо. Вот уже в плесени. Вы посмотрите просто, что с этим авокадо. Оно все в плесени. И вот такое люди продают за 169 рублей за две штуки. Сейчас сентябрь, лето только закончилось. А огурчики уже вот такие. Так, смотрим, что тут у нас. Вот такое уже все противное протекшее мясо. До 12.05.21. Кажется, настал тот момент, ради которого я качался. Оно... Липло. До 28.08.21. Ой, какая красота. Муха тоже хочет кушать. Сначала муха покушала в магазине Дикси виноград. А потом и люди взяли, покушали. Ну почему бы и нет. Что это? Плесень? Да ладно вам. Сотрудники Дикси наверняка скажут, что это просто паучок паутинку сплел. Ну прошло и годы. Вы куда-то торопитесь? Конечно. Ну так что? Что? Документы вы мне свои предъявите или нет? Да платить-то надо или нет? В смысле платить надо, не надо? Ну за товар, который, по их мнению, я испортил, надо платить или нет? А вы как думаете? Не знаю. Нет, я товар убираю. Оплачивать не надо его? Я товар убираю по закону. Вы можете дальше писать заявление. А платить его надо или нет? Просроченный товар надо купить? Нет, просроченный товар мы никому не продаем. А, не надо купить уже оплачивать. Сфотографировали, я могу увозить тебе? Нет, конечно. Сейчас заявление буду полицейскому подавать, если он примет. Приму, почему нет? Давайте я вам подам заявление тогда. Пойдемте. Пойдемте. Вот как, просроченный товар не продают, говорят. А мне вот буквально час назад продали детское питание питьевое пюре Агуша. От 08.09.20. Срок годности 12 месяцев. Для детей 6 месяцев. Вот вам план подшить. Протокол принятия установления заявления. У меня нет протокола принятия установления заявления. То есть вам подвезут? Вы не один человек, который находится в городе Протвино. Хорошо. В среднем с утра. Хорошо. На пустом листе. Либо протокол принятия. Соответственно, 141 сети ОПК. Без проблем. Ожидайте. Ожидаю. Вот у вас ППС. Они могут подвезти. Сейчас подвезу. Вы скажите, в отношении меня заявление написано или нет? Да. А за что? За хулиганство, которое вы устроили в магазине. А какое я хулиганство устроил? Мы это будем разбираться в процессе. Оплачивать товар не надо? Какой товар? Тот товар, который вы покупку надорвали и что-то пробовали, не пробовали, вы его будете оплачивать. А надо оплатить? Может, не надо? Ну, вот Джо еще тоже сказал, что не надо его оплачивать. Это вы у нее уточните. Какой вы мне надо оплачивать? Тот, который вот этот вот, который вы надорвали? Я без днева не буду оплачивать. А то вы говорите хулиганство. А что я совершил-то? Любаш, подойдите. Тоже товар попробовал в магазине до оплаты? В хулиганстве можно много чего расценивать. Но это уголовная статья хулиганства. Не уголовная статья. Есть административная статья. Это мелкое хулиганство. Соответственно, вот я вам неоднократно сказал, чтобы вы мне документы предъявили. Вы как бы отказывали. А это мелкое хулиганство? Что? Не документы предъявить отказываюсь. Нет, я вам просто объясняю. Так я не отказываюсь, я попросил просто причину. Я у вас попросил предъявить не документы. Вы отказались мне предъявить документы. Не отказался ни в коем случае. Я просто попросил причину. Основание, точнее, для проверки. И все. По статье 13. Так, права полиции. Пункта 2. Полиция имеет право проверять документы у граждан, в отношении которых даже подразумевает... В отношении которых, возможно, будет возбуждено дело производства административного пронушения. В отношении меня сейчас имеется повод для возбуждения дела? Какое? Мелкое хулиганство. Я совершил мелкое хулиганство. Вы утверждаете уже, что я совершил его? Я вам еще раз объясняю. Есть заявление, есть материал проверки. Мы возбуждаем дело об административном пронушении. Если мы последствия при рассмотрении данного административного пронушения не усматриваем, то мы просто-напросто прекращаем данное дело. Вот и все. Вот, видите, теперь есть заявление. Так ознакомьте меня с заявлением, да я отдам свои данные, пока объяснение дам вам свое. С чем я должен рассмотреть заявление? Вы же не адвокат. С материалами дела, в смысле? А гражданин не может, только адвокат может ознакомиться. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, ознакомьте меня с заявлением-то. Прошу вас принять меры по гражданину, который, находясь в магазине Дикси, по-хамски вел себя, мешал работе персонала магазина. Тут не написано, что я оскорбительно представал гражданам, нецензурной броню выражался и так далее. Хамский вел себя. Хамский – это оценочное суждение. Ну, поэтому я вам не объясняю, что если здесь не будет ничего не усматриваться, соответственно, будет постановление об отказе в измерении административного промышления. Ну что, друзья, заявление на магазин написано. Такое количество детских продуктов питания просроченных. Но тут без заявления уже никак. И сотрудница магазина, руководство магазина какая хитрая. Все, 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 мы сейчас все спишем, но при этом заявление на меня написала. Друзья, пока мы писали заявление, давали объяснение, активист успел собрать еще немного просрочки. Ну, смотрите, рулет Яшкина до 08.03.21. На полгода просрочено. Ну, ладно, скажете вы. Ну, не на год же. Еще не похоже на магазин Дикси, да? А если я вам такой покажу рулет? До ноября 20-го. Уже прям начинает пахнуть магазином Дикси. Ну, ладно, скажете вы. Все равно не на год. Оп, киндер детский. До июня 20-го года. Вот это уже напоминает любимый родной магазин Дикси. Больше, чем на год. Ну, и детские памперсы. От 13-го, 08-го, 2016-го. А теперь смотрим вместе. Срок годности. 3 года. То есть до 13-го, 08-го, 2019-го. Сейчас, на секундочку, уже 10-е, 09-е, 21-е. Больше, чем на 2 года просрочены памперсы. И если вы думаете, что это вот одна такая пачка, то вот посмотрите сюда, пожалуйста. Я уверен, никто из вас не смотрел никогда срок годности памперсов. Ну, и детское питание, которое я приобрел. Да, приобрел я одну штучку. Но по факту тут целая партия. От 08-го, 09-го, 20-го. 8-го, 9-го. От 08-го, 09-го, 20-го. У всех срок годности 12 месяцев. Итого мы имеем уже 3 тележки просроченного товара. Друзья, а пока мы записываем сториз в Инстаграм. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, обязательно переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь. И узнавайте все новости самыми первыми. А самое смешное, что женщина написала на меня заявление. То, что я там хамски приставал и так далее. Но при этом сама выражалась нецензурной броней в магазине. А как я к вам хамски приставал, не подскажете? Не качественно, я сказал. Вы матом в магазине выражаетесь, представитель магазина. А сами пишите, что я хамски к вам приставал. К просрочке к вашей хамски приставал. Вы пишите. Надеюсь, до вас после этого дойдет, когда штраф получится. А может и не дойдет. А вам, мне кажется, все же не дойдет. Признавать ошибки в Дикси явно не умеют. Вместо того, что извиниться за просрочку, все утилизировать, аккуратно и уйти, они топятся до конца. Еще пытаются в ответ что-то сделать. Человек, который пришел, собрал просрочку, за них все сделал. По сути, их работу. Три тележки собрал. И никакой благодарности. Хнык-кнык. Друзья, кто из вас живет в городе Протвино? Мы сейчас находимся в магазине Дикси. По адресу Лесной Бульвар Дум-2. Приходите, фотографируйтесь, общайтесь со мной. У вас есть уникальная возможность. А если вы хотите, чтобы когда я приеду в ваш город, вы тоже были в курсе, где я нахожусь, могли прийти, сфотографироваться со мной, пообщаться, то подписывайтесь обязательно на Инстаграм. И будете первыми в курсе событий. В том числе будете знать, что я приехал именно в ваш город. Чек вы предлагаете материал? Сейчас я сделаю за него возврат. Для этого делать возврат? Да, возврат хотим сделать закупленный просроченный товар. Все, друзья, денежные средства нам вернули. Чек я отдаю полицейскому. А где извините, что так получилось? Не досмотрели. Да какие извинения? Ладно тебе, это же магазин Дикси. Посмотри, перед сколькими людьми тут надо было бы извиняться, если бы они все это реализовали. Итого у нас, друзья, получилось 4 тележки-просрочки. И вот памперсы еще стоят. Все, занимайтесь, а мы пойдем дальше. Надеюсь, все материалы дела поступят, когда следует. Мы оставляем сотрудника полиции заниматься его службой. То, чем он должен заниматься в данном случае, пресекать административное правонарушение, фиксировать. А мы пойдем дальше, поскольку Тухлопритон и Серпухова не дремлет. Хороший у вас магазин? Сами не знаете. Кому как? Всего доброго. Не травите граждан. До свидания. Ну что, друзья, вот закончился наш рейд в магазин Дикси. В принципе, вы все видели сами. Неадекватные, по моему мнению, сотрудники, которые зачем-то пытались отобрать у меня товар. Да вы все видели сами, друзья. У меня уже мозг плохо работает и язык заплетается, поскольку уже половина одиннадцатого. Мы весь день на ногах. И как бы мы оставили полицейского. Он сказал, что все опишет. Весь просроченный товар он опишет. Хочется в него верить, что он действительно служит народу. Надеюсь, что наше заявление будет зарегистрировано. И материалы дела будут отправлены куда надо. И да, вы просто видели, какое количество детской просрочки было найдено в данном магазине. Там просто, мне кажется, целую группу детского сада можно было отравить. Я просто в шоке. Всем удачи. Всего вам самого наилучшего. Лайки ставим. На канал подписываемся. Колокольчик прожимаем, кто не прожал, чтобы не пропустить новые топовые видео. Всем удачи, друзья. Вы у меня самые лучшие. Всем пока. Друзья, а вот эти гражданки ходили за нами, следили все время. В магазин заходили, выходили. Вон один следит. Смотри, смотри. Ой, прячется, прячется, прячется. В маске, в капюшоне. Ходят за нами, следят. Мы идем к машине, и они за нами везде. Они с полицейскими что-то пообщались. Все ходили по магазину, высматривали нас, искали. Один вообще в капюшоне, в маске, чтобы его не было видно. Нам, само собой, проблемы не нужны, поскольку у нас есть еще магазины на очереди. Но, если что, у меня всегда есть вот эта штучка. Пошел сначала за нами, потом спрятался. Протвино, Дикси. Возможно, крыша магазина Дикси. Так что, друзья, поаккуратнее, если повторяете мои действия, то всегда будьте на чеку. А вот и полицейская машина, смотрите. Оп-оп-оп, уезжают, уезжают, уезжают. Когда мы вышли из магазина, полицейская машина отъехала, то есть их уже не было. ППСники быстро взяли и уехали сразу. И эти ребята пошли за нами. Когда увидели, что мы фиксируем их на видео со вспышкой, сразу попрятались все. И сейчас за угла выезжает полицейская машина. Похоже, что полицейские за угол где-то встали, чтобы, типа, мы ничего не видели, не знаем. И ждали вот этих своих дружков, гражданки, которые были в капюшоне, в маске, что их вообще не узнать, не распознать было. Я думаю, там на видео будут где-то кадры, где они проходят, я вам вставлю, сейчас вы увидите их. Но у меня нет слов. Ну, собственно, деревня Протвино. Кто здесь живет, не обижайтесь, но такое у меня сложилось ощущение. И если это действительно так, как я говорю, то это, конечно, не полицейские никакие, это клоуны. Продолжение следует...